В человеке всё должно быть прекрасно. И мысли, пронизанные здоровым патриотизмом, и тело, тренированное молодое. В этом уверены активисты Тоса Дачный. В основном это женщины. Они стараются, пишут гранты и выиграют премии от федералов. Недавно общественники победили в одной из номинаций конкурса президентских грантов и организовали профилакторий. Он расположен в местном клубе. Измерить сатурацию, давление, посетить полезные и приятные процедуры. Комната здоровья готова для гостей. Встретит всех желающих квалифицированный специалист. В основном контингент выше среднего. Бывает, что и давление скачет, измерить бы надо. Кто знает, может быть человек плохо стал, может быть сахар поднялся. Татьяна Алексашина заботится о здоровье общественников, а местный актив работает во благо Отечества. Женщины с начала зимы плетут маскировочные сети для военных. Сейчас в тренде камуфляж «Пиксель». Местные дамы работают по-крупному. Размер изделий 6 на 7 метров. Отправили уже сотни полотен. Я так-то здесь работаю. И вот каждый день плетем. Стараемся, чтобы побольше плести. Где училися? Это Зинаида Степана нам показывала, как надо плести. Зинаида Коркина руководит самоуправлением. Она держит связь с военными и первой узнает новости. В наше непростое время Зинаида знает о потребностях защитников. Главное – вкладывать душу. Мы уже сейчас седьмую сеть плетем. Это уже по площади 150 квадратов. Представляете, да? Значит, почему все это возникло? Вы знаете, это возникло потому, что вот здесь как раз находится клуб, где приходят дети. А патриотическое воспитание в наше время – это просто необходимо. Дети много чего не знают. Вот на примере своих родителей, бабушек, они видят, как мы тесно связаны с помощью фронту. И они пишут письма солдатам. Письма и рисунки отправляются на передовую вместе с маскировочными покровами. Также активисты самоуправления регулярно отправляют гуманитарную помощь нашим военным. Виктория Черкова, Данил Сурков. Улправда ТВ.